Географический фестиваль Географический фестиваль Валерий Владимирович Лукин Санкт-Петербург Я, может, конечно, не все перечислила? Не-не-не, и тем более уже я с 1 сентября Я уже не начальник Я начальник отдела Ну, а замдиректора российского Тоже, да, вы все должности оставили? Ну, то, что вы легендарный российский полярник Это за вами осталось навсегда Можно оставить просто полярник Хорошо Завершу Петр Анатольевич Член Рязанского отделения РГО Научный сотрудник Рязанского музея путешественников Да, ну, не легендарный пока Вот, просто научный сотрудник Ну, это мы сейчас узнаем Да, на фестивале я буду представлять Документальный фильм По двум экспедициям Нашего героя России Почетного полярника Михаила Георгиевича Малахова Который, к сожалению, в силу объективных обстоятельств Не мог приехать сюда на фестиваль Хотя он всегда бывает Но вот сейчас они уехали Искать на туру Для съемок уже художественного фильма О путешествии Наш Питцберг Сейчас, секундочку Сейчас вы об этом подробно расскажете Так что вот я поэтому здесь Да Главный редактор журнала National Geographic Россия Андрей Владимирович Поломарчук, Москва И Владимир Ильич Стругацкий Журналист Режиссер-документалист Писатель Правильно все перечислила? Или еще что-то забыл? Вице-президент Ассоциации полярников Вот даже так Еще и президент Вице-вице-президент А, вице-президент И родственник, наверное, Стругацких Я так предполагаю Вице-президент Ассоциации полярников Нет, этого не написано Ну, здесь вас связывает не только то, что вы все путешественники Но еще то, что вы все были Или в Антарктике Или в Арктике Или и там, и там Вот, наверное, мы об этом сейчас и поговорим Валерий Владимирович, ну давайте с вас начнем Поскольку, вот сколько раз вы были в Арктике и в Антарктике? У меня на счету 21 арктическая экспедиция И 22 раза я был в Антарктике Но я не отношу себя к путешественникам Почему? Потому что я туда езжу работать А, работе А, не путешествовать Это совершенно разные вещи И я провожу очень четкую параллель Разграничительную между этими двумя категориями людей Хотя путешественники – это тоже очень важное направление деятельности человечества Но они тоже занимаются научной работой Ну, я не могу сказать, что это реальная наука Разблачили вы А вот вы сейчас почти равное количество были и в Арктике, и в Антарктике А общие между ними вообще есть что-то? По большому счету Общего только один астрономический феномен Это наличие полярного дня и полярной ночи Все остальное абсолютно разное Географические условия Ну, например, что такое Арктика? Арктика – это центральное приполесное положение Занимает океан, который окружает континенты Евразии и Северной Америки В Антарктике центральное приполесное положение Занимает континент, который окружает Антарктида В Арктике на континентах, на обоих континентах Есть огромнейшая природная ландшафтная зона тундры В Антарктиде ее нет вообще В Арктике присутствует огромнейшее количество полноводных Одних из самых больших рек в мире И болот в том числе А в Антарктике ни одной реки нету, ни одного болота То есть географические условия абсолютно разные Экономические условия В Арктике осуществляется промышленная, сельскохозяйственная деятельность Транспортная система, включая даже железные дороги И крупные урбанизированные поселения находятся Ну, такие города, как Мурманск, Норильск, Тромсиан, Коридж, предположим В Антарктиде ничего этого нет Там только одни экспедиции работают Демографические условия В Арктике существует постоянное население В том числе и коренное население В Антарктиде постоянного населения нет вообще Политико-правовые условия Да, военно-стратегические условия В Арктике расположены крупнейшие военные базы Как Российской Федерации, так и НАТО На территории Соединенных Штатов В Греландии, в Канаде и в Норвегии Где хранится ядерное оружие В Антарктиде военная деятельность запрещена международным договором Политико-правовые условия В Арктике главным договором, который определяет деятельность в Арктике Является Арктический совет Который входит только арктические государства Приоритические, это Россия, Соединенные Штаты, Канада, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Исландия Все остальные, которые имеют какой-то интерес, имеют статус наблюдателей В Антарктике международный правовой режим осуществляется договор об Антарктике Который открыт для всех государств То есть, чего общего? Ничего Даже снег и лед, которые там, они имеют, эти природные объекты, имеют абсолютно разные физико-механические свойства Поэтому абсолютно разные решения Полярно-противоположные, можно так сказать Да, не зря их противооставки Вот, кстати, Валерий Владимирович ответил на ваш еще один вопрос Чем отличается научный работник от путешественника Вот, например, путешественник вам бы сказал сейчас, чем отличается Тем, что в Арктике есть белые медведи, а в Антарктиде нет Поэтому там пингвинов хорошо, их никто не ест Да, даже путешественник бы сказал, я в Арктике пингвинов не видел, сказал бы путешественник Да, или там бы сказал Но я могу просто тогда еще добавить, я просто старался уменьшить Биологическое условие тоже, потому что в Арктике существуют крупные сухопутные млекопитающие В том числе это и белые медведи, и писцы, и олени, и лемминги А в Антарктике сухопутных млекопитающих нет вообще В Арктике существует огромнейшее количество злаковых и цветковых растений в тундре В Антарктике растительность представлена только скудными формами мхов и лишайников Так что, и даже если мы будем брать биоразнообразие океаническое То арктическое биоразнообразие, оно больше, нежели чем антарктическое Вот чем отличаются научные подходы Хотелось записать за вами уже У нас записано, конечно Ну, я лекции читаю по этому поводу студентам Вот мы попали в надежные руки А вот вы были знакомы с Алексеем Федоровичем Трешниковым? Ну, безусловно, конечно, я был с ним знаком Я работал под его началом 11 лет Даже так? Я пришел в Арктический институт в 1970 году, когда Алексей Федорович был начальником И, наверное, раза три за эти 11 лет я был в его кабинете Вот, ну, очень мало и безусловно Если говорить откровенно, то я был ближе знаком с его супругой Татьяной Николаевной Вот, поскольку мне часто приходилось в силу определенных обстоятельств с ней встречаться Вот, и безусловно, я так говорить о том, что я сотрудничал с Алексеем Федоровичем Я был его учеником Нет, ни в коем случае я не могу причислить себя к горде учеников этого выдающегося человека Вот, я, безусловно, знал очень многие крупные начинания, крупные проекты, которые Алексей Федорович проводил еще в нашем институте В некоторых из них мне приходилось работать в качестве исполнителя Вот, ну, потом Алексей Федорович, он ушел из нашего института Вначале возглавил кафедру океанологии тогда еще Ленинградского государственного университета Который я имел честь закончить тоже в 70-м году Он ушел в 91-м, ой, извините, в 81-м году ушел Вот, а потом он стал еще параллельно и директором института озероведения Института академии, академии наук Вот такая Да, интересно Вот эту страницу мы еще не знали А теперь и знали Ну, безусловно, вот как раз при Алексею Федоровичу начались, когда я работал Это два крупных, очень крупных проекта Научных, натурных экспериментов Это Полакс-Север и Полакс-Юг То есть полярный эксперимент, сокращенное название которого Вот наш институт в сотрудничестве с другими организациями Других министерств и ведомств Вот, приступил к осуществлению этих крупных проектов Для того, чтобы понять ту структуру И те принципы, которые управляют взаимодействием и циркуляцией атмосферы океана Как в северном полушарии, так и в южном полушарии Поскольку эти принципы абсолютно разные И поэтому единых подходов здесь невозможно было применить Ну, вот я так предполагаю, что с Владимиром Ильичем вы знакомы давно С Владимиром Ильичем, да, давно Вы даже были вот в 47-й российско-антарктической экспедиции, да? Ну, мы еще раньше в Арктике познакомились с ним Даже так Знакомились с 73-го года И летали вместе в Арктике очень много Ну, а что касается Алексея Федоровича Трешникова То мне посчастливилось десятки лет с ним дружить И он был как раз тем человеком, который впервые отправил меня на Северный полюс Это в каком году? В 74-м году с новогодним рейсом И хотя это... Не, это был такой специальный Каждый год на дрейфующей станции Северный полюс Организовывались новогодний рейс Вот когда посылки родственникам присылались и так далее Елку везли И вот он как-то увидел в моих глазах Какую-то дикую заинтересованность в Арктике и в Антарктиде И благодаря ему я слетал первый раз на Северный полюс На дрейфующую станцию СП-22 Это уникальная станция, которая присуществовала 8,5 лет И последним начальником этой станции был Валерий Владимирович Лукин Мы во время экспедиции на Сибири Это был 1987 год Во время этой экспедиции эту станцию снимали Правильно, да? Нет, нет Тогда снимали СП-27 и открывали мою СП-29 А, правильно Но дело все в том, что мне довелось с Трешниковым Мало того, что он меня отправил в Арктику и в Антарктику Мне довелось с Трешниковым дружить Часто бывать у них дома Каждый раз отмечать его день рождения И даже мне удалось его уговорить полететь, когда он был довольно в преклонном возрасте На дрейфующую станцию СП-28 Мы там снимали документальный фильм о Трешникове В интернете выложен И совершенно это было удивительное путешествие, длившееся неделю Это был совершенно необычный человек Как я когда-то написал, а он потом смеялся Я говорю, Алексей Федорович был ученый с руками молотобойца Потому что у него были кулачища, которые можно было бы положить на этот стол И стол бы провалился от тяжести их И вы знаете, это был удивительно смелый человек Удивительно неунывающий Потому что когда Трешников отправился В первую свою антарктическую экспедицию Это была вторая антарктическая экспедиция, советская И поезд шел через трещины Трещины до конца географии Полтора Ну я никто не видел 1500 километров Дорога И С ними шел кинооператор Когда показывали Эти кадры Худсовет сказал Зачем вы снимаете лажу Когда в такой ситуации начальник экспедиции улыбается Это надо вырезать Такого не бывает А он действительно улыбался Так же как он улыбался Когда на СП-3 Которую он возглавлял Были очень крупные разломы льда Потому что Трешников всегда стремился людям Показать Свою уверенность В себе И в том что все кончится хорошо Знаете была такая ситуация Когда Дизель-электроход Оп да Застрял В 73-м году Да в 73-м году У берегов Антарктиды Я как раз встречал Тогда Этот пароход в Ленинграде И снимал Эту встречу Когда Трешников Подошел к берегу К берегу Антарктиды И предложил И там собралась толпа народу Чтобы скорее улететь Толпа стояла Прыгнуть в вертолет Кто прыгнет первым Потому что все понимали Что любой из этих рейсов Может оказаться последним И Трешников полетел Первым вертолетом Сошел на лед И сказал Друзья мои Я здесь остаюсь До тех пор Пока не будет вывезен Последний полярник И после этого пришлось Людей Которые Толпились вокруг вертолета Записывать списки Кто полетит первым Кто полетит Сразу всем Так сказать Очередность Можно было установить Спокойно И таких эпизодов Когда Трешников Все брал На себя Он мог действительно Вот своим кулаком Треснуть по столу Я часто у него бывал В кабинете У него в кабинете был Огромный письменный стол Там лежало стекло Каждый раз все удивлялись Как это стекло Не треснуло Потому что он мог Крепкое слово сказать И стукнуть кулаком По столу И в общем Он Это был настоящий Настоящий Русский мужик И что очень важно Он Мне очень приятно Что он выходец Из этих мест Из Ульяновской области Я второй раз приезжаю На Трешниковские чтения В прошлом году Был в этом году И то как здесь Чтят Память о Трешникове Вот мы вчера говорили О том Что может быть В будущем Открыть Назвать именем Трешникова Улицу Поставить здесь Бюст Или памятник Трешникову Потому что Таких людей В России Можно пересчитать По пальцам И Это действительно Вот такой Полярный работяга Он Пережил Очень много Жизненных трагедий У него Было Очень Неблагополучно С медицинской Точки зрения В семье Но Все это Не мешало ему Рваться Каждый раз В Арктику И Антарктику Вот достаточно Было ему Позвонить И сказать Алексей Федорович Там Надо лететь В Арктику Из Москвы Трешников Мог собраться За 15 минут Сидя на даче Или надо лететь В Антарктиду Или когда он шел С поездом Открывать станцию Восток То Из Москвы Пришел Приказ Все очень боялись За то что Люди погибнут Во время этого похода Поезд провалится В трещины Вот о которых я говорил Пришел приказ Поезд остановить Развернуть И те Нет Открыть станцию Там куда дошли И обратно В Мирный И Трешников Связь была Через Мирный Трешников Командовал Радисту Передай Москву Что связи С поездом Нет Через день Опять Остановиться Станцию Открыть И идти Обратно Трешников Снова Передай Что Связи С поездом Нет Связь с поездом Появилась в кавычках Когда Трешников Дошел до Южного Днемагнитного Полюса Где надо было Открыть Станцию Восток Пришел Причем шел он Вот он Его механики Не могли Выгнать Из кабины Все Механики Спали В балках Отдыхали Потому что Ну это Все равно Что на батуте Ты идешь Все время Вот по этим Снежным застрогам В Вездеходе И Книгу Написали Я Не книгу О нем Написал Я написал В одной Из своих Книг Огромную Главу О нем Которую Можно было бы Издавать Отдельной Книгой Потому что Там Много Печатных Листов Но Еще более Приятно Чем писать Не было С ним Дружить Конечно Какой человек И Здесь у нас Андрей Владимирович Поломарчук Он тоже Был Вот расскажите Где вы были Это было бы Немножко даже смешно И странно После таких Рассказов Но все равно Вы были Там Вы видели Я был Один из Немногих Журналистов Если Если На то пошло Повезло Кому повезло Действительно В прошлом году Я прошел По Северному Морскому пути От Мурманска До Холмска До Сахалина Это На рейсовом судне Которое Шло Обслуживать Шло Из Честно говоря Из Верфей Из Финляндии Где оно было построено Обслуживать Газовые проекты В Охотском море И Это был Такой вот Редкий случай Когда журналиста С фотографом Вместе Посадили туда Это не было Срежиссировано Это не был Пресс-тур Там Мы просто Жили вместе С командой С экипажем Каждый день Наблюдая За их работой И за За теми Видами Которые были Вокруг нас Включая Восьмерых Точно зафиксированных Нами Белых медведей Всех Мы их видели Уже когда Вернулись Из Полярной ночи Мы спустились В более низкие Широты В Чукотском море Как раз Между Островом Врангеля И Чукоткой Вот там Мы их увидели Всех в течение Суток А все остальное Время Ну очень много Время Мы проходили Почти Больше недели В условиях Полярной ночи Видели только Следы Вот Но тоже Довольно много И Вот эти все Ощущения Которые мы Тогда испытали Вот какие Расскажи Опять же Я немного Тушуюсь Об этом Рассказывать Но ощущение Когда ледокол Это судно Ледокольного Типа И льды Достигали В тот момент Это ноябрь месяц Там Восьмидесяти Сантиметров А он Как бы Это судно Может справиться С торосами До полутора метров Ну вот Когда идешь По такому льду Еще Торосы То ощущение Как будто Едешь на Уазике По бездорожью По лесному Такому Ну и постоянный шум Постоянные вибрации И такой Неритмичный грохот Вот Потом Пауза Когда Вдруг неожиданно Начинается разводье И полная тишина И боковая качка Потому как Как бы Мягко и вяло И отсутствие света Постоянный Шум И вибрация Она действовала Даже на Экипаж Потому что Экипаж Был сформирован Судно новое Его собрали Из лучших Лучших кадров Которые Располагала Очень известная Наш лидер Косовком флот Вот Но из них Только три человека По-моему Из двадцати До этого Ходили Севмор путем И многие из них Тоже долго Не могли привыкнуть К такому стрессу Больше всего Хочется спать И есть Все время И все эти Наши переживания И великолепные съемки Которые сделала Наш фотограф Лена Чернышева Она Лауреат Волд пресс-фото Несколько лет назад За съемки В Норильске Все это Войдет В Публикацию В журнале Нашланджиографика Россия В одном из летних номеров Я надеюсь Это будет июнь Вы летом опубликуете Конечно Кому Это же интересно Чтобы остыть немного Да Интересно Посмотреть Сколько дней Длилась Эта экспедиция Мы Провели 18 дней От Мурманска До Холмска Не заходя никуда Это было автономное Плавание Совершенно Незабываемое И Пожалуй Самое незабываемое Это было именно Общение С людьми С моряками С профессионалами У всех У каждого За спиной Очень Большая Биография Очень много Историй Очень много Свершений И опыт И интересные Интересные биографии Это вы все Расскажете Все рассказать Не получится Потому что К сожалению В журнале Вот Немного Только Получается Вместить Можно было бы Книгу написать Об этом Если будет Заинтересованность Организация Которая нас брала На борт То может быть И книгу Тоже Удастся Написать А может Быть Просто Еще Вернуться Туда Это Я бы Очень Хотел Сделать Договаривайтесь Да Может быть Ну Все равно Может Как Так Еще Движники Это Да На этот Фестиваль Я привез От него Во-первых Большой Привет Всем Жителям Ульяновска Всем Участникам Фестиваля Всем Тем Кто придет Завтра На наш Фестиваль Вот К сожалению Он сам Не мог Прийти Потому что Они на Кольском Полуострове Ищут натуру Для съемок Как я уже говорил Художественного Фильма Потому что Они выиграли Грант Вот эта съемочная Группа Грант Федеральный Для съемок Художественный Фильм Да Художественный Фильм Там будет Хотя Натурных съемок На Шпицбергене Они сделали Немало Там и Любовь Будет Ну а куда Без любви Не бывает Художественных Фильмов Там Все будет А кто главный герой Любовь там будет Такая вот Трагическая Нельзя Нельзя говорить Вот Но все Значит Фильм будет Такой Я привез документальную 45-минутку О экспедиции 14-го и 16-го Годов Искали Там геодезические Сигналы Которые Оставили Участники Экспедиции Российско-шведской 1898-1902 Годы Вот И Значит Наши В 14-м году Почти Все Нашли Там Все Во время Экспедиции Наш Пейсберген В 15-м году Была Не та ледовая Обстановка Чтобы проводить Экспедицию Вот В 16-м году Они Как мы У себя Назовем Донашли Все Донашли Сняли Кино Получился Фильм Такой Немножко Тогда Уже Прицеливались На художественные Поэтому Там тоже Драматургия Там у них Открытие Там у них Ура И вот это Вот Все Есть Это Вот То Что Я Хотел Бы Представить Потому что Это Действительно Ну На наш Взгляд Был Такой Уникальный Для регионального Отделения Проект Тоже Грантовая Вещь И Удачно Все Закончилось Закончилось Все Вот Этими Открытиями Да Удачно Закончилось Я же Здоров Все Все Вернулись Да И Потребовали Чтобы я Поехал Потому что Говорит Мы У нас Другие Дела А ты Будешь Нас Представлять И вот Я Здесь Завтра Будем С вами Встречу У нас Будет Кинопоказ Как Следует Из Программы Проекта Возможно Будет Я вот Привез И Небольшой Доклад На эту Тему Возможно Будет Вот Так что Постараемся Широко Все Это Представить Ну И Конечно Само Кино Можно Сказать Пару Слово Да Конечно Я бы Хотел Сказать Что Нам Петербуржцам Очень Приятно Что В Ульяновске Нашлись Люди Которые Сохраняют Память Отрешник Которые Организовали Вот Седьмые Трешниковские Чтения Это Люди Мы Очень Довольны Что мы С ними Познакомились Они Действительно Стараются Всячески Как можно Больше Сказать Молодежи Об этом Человеке И Я Представляю Сколько Труда Стоит Организовать Этот Фестиваль Эти Чтения И Мне Хочется Им Сказать Огромное Спасибо От Всех Петербуржцев И Сказать Что Дай Бог Их силы На много 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 Лет Спасибо Можно ли нам Присоединиться К Северной Столице Спасибо Большое Спасибо Спасибо за фестиваль И за эту Большую Площадку Я еще Хотела уточнить Андрей Владимирович Вы тоже Что-то Привезли Да Фотографии Да В общем Мое знакомство С организаторами Фестиваля Произошло Год назад Когда Здесь В Ленинском Мемориале Была открыта Наша Выставка Дикой природы России Тогда это Была Дикой природы России 2016 Победители Конкурса 16 В этом году Совсем недавно Мы подвели Итоги Такого же Точно Конкурса Дикой природы России 2017 Конкурс Мы проводим Уже 7-й год Среди Наших читателей Посетителей Нашего сайта И Вот сейчас Здесь Завтра Состоится Премьера 29-го Сразу Сразу Уточняю Да 29-го Состоится Премьера Вот уже Выставки Дикой природы России 2017 И я всех Приглашаю на нее Я сам буду там Находиться рядом С фотографиями И если Смогу Отвечу на любые Вопросы Какие будут Украшать Собор Фотографию Ну Украшать Обрамлять Обрамлять Спасибо Валерий Владимирович Вы тоже там будете Встречи с вами В качестве экспоната Наверное Тоже Незамерцающего С вами тоже будут встречи И я думаю Это будет очень любопытная Интересная встреча Спасибо Безусловно Вот И Ну Мне всегда тоже приятно Встречаться с молодыми Людьми И Я преподаю В Санкт-Петербургском Государственном университете Вот Поэтому Я Много встречаюсь С молодежью В силу уже Определенных Тоже и профессиональных Обязанностей Вот Поэтому Всегда Интересно Встречаться С молодыми Ребятами Потому что У них действительно Очень интересные Вопросы Интересные Предложения Существуют Ну И В такой Неформальной Обстановке Это Наиболее Хорошая форма Вот Обмена Такими Мними Ну и плюс К этому Время от времени Я Выступаю В Институте Усовершенствования Учителей Санкт-Петербурга Вот Учителей Географии Вот Которые Там тоже Очень много Вопросов Которые Выходят Далеко За рамки Школьного Курса Географии Тем более Как известно Современной Учебной Географии Российская Федерация Вообще Исключил Понятие Антарктиды Никто Антарктиду Не изучает Как оказалось Нет Антарктиды 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 Не бывает Спасибо Ну тогда До встречи На фестивале Спасибо До свидания Спасибо